Играть против Московского Спартака Первые секунды встречи В красной форме спартаковцы Гости, лидеры нашего чемпионата Команда, которая Заставила уважать себя И многих Европейских грандов И мы за это сразу Скажем огромное спасибо Московскому Спартаку Хорошо играет в Лиге чемпионов И это придает особый интерес К матче, который проходит в Санкт-Петербурге Угловой, первый угловой Писарев у мяча Справа фланга будет подавать левой ногой И закручивает мяч в ворот Однако невысоко Недорезов выбивает мяч Атака первая Спартака О составах, ну чуть-чуть попозже Давайте посмотрим, всегда потому что Эти первые атаки, тем более что Немало молодых игроков Которые нервничают Четвертый номер у московского Спартака Это Чуйса Итак, первая остановка И давайте о составах Московский Спартак Вратарь Александр Филимонов Второй номер Юрий Ковтун Четырнадцатый Максим Калиниченко Четвертый Кристиан Чуйса А с мячом Цветков Хороший пас Страпную И близок был к успеху сейчас Попович Он умеет сыграть на опережение И защитника опередил Но не дотянулся до мяча Итак, Спартак Четвертый Чуйса Пятый Дмитрий Парфенов Шестой Дмитрий Ананку Седьмой Виктор Булатов Восьмой Маркао Девятый Егор Титов Десятый Николай Писарев Одиннадцатый Артем Безротли Главный тренер Олег Иванович Роман Зенит В воротах Вячеслав Малафеев Двадцать второй номер Валерий Цветков Двадцать четвертый Борис Горовой Четвертый Саркисов Сепян Пятый Алексей Игонин Двадцать шестой Игорь Недорезов Четырнадцатый Константин Лепёхин Двадцатый Алексей Катульский Девятый Геннадий Попович Двадцать девятый Дмитрий Огородник Двадцать третий Максим Деменов И первый штрафной Нарушение правил Врачи на старте Сухо в Санкт-Петербурге Плюс три градуса Конечно прохладно На стадиону Ну еще раз смотрим Как Попович Сейчас пытался Сыграть на опережение Но атака классическая А это вот Первая Небольшая травма У Артема Безродного Мяч разыгран И такой несильный Удар в сторону ворот Панферов его сделал Юрий Андреевич Морозов Заслуженный тренер СССР Главный тренер Удар издалека Ну будем так говорить В сторону ворот Больше носит Психологический характер Конечно интересно Сейчас следить За тем Как располагается Футболист Потому что У Спартака Робсон не играет Привычный форвард Робсон Который Дискратифицирован Несколько матчей Он пропускает И вот сейчас Мы видим Что выдвинутый Вперед Маркау Немножко так левее центра И рядом с ним Писарев А справа 14 номер Это Калиниченко Он на месте Видимо правого Так полузащитника Или Челнока Сейчас говорят Но это первые наметки Главный судья Из Московской области Николай Фролов Из города Раменская Раменская Пятый номер Панфеоров Второй раз Он пристрелился Помните У него не сильный Был удар один Рядом со стойкой Прошло мяч Теперь другой Да Пожалуй Дебют За Московский Спартаком Не раздумывая Спартаковцы Отправляется Сразу вперед Калиниченко Пытался обыграть Цветкова Не получил Валерий Цветков Выбил мяч За боковую линию Цветков Копки Читов Капитан команды Читов Московского Спартака С мячом Главный Заводил Интриган Московского Спартака На футбольном Поиске У Зенита Капитан Алексей Голин Тоже Отличается Задатками Организатора Умеет Начать Комбинацию Пятый номер Панферов Ананка С позиции Свободного Хотя Вы знаете Вот сейчас Панферов Без игрока Ананка Возле Поповича Панферов С мячом Читов Панферов Писарев Уже на левом Фланге Подключился И там Кофту Аут Дмитрий Парфенов Под пятым Номером И он Возле Ананка И возле Поповича То есть Он играет Судя по всему Против Геннадия Поповича Маркао В пределах Правил Сыграл Именно В мяч Теперь Он смечел Сам Аут Отвечет на этот вопрос И второй Какова Его Мечта Он стал Мечтаю Играть В миладе Ну что ж Такая высокая Планка Во всяком Случай До лучшей Команды России Он уже дошел Парфенов Парфенов Смечел Зименко Горовой Слева Попович Не только Пас Ананка Прерывает Чуйсы Ананко Московский Спартак Это всегда Хорошая Игра Слепуля Олег Иван Спорной России Национальной Нашей команды Парфенов Пас Направо Чуйся Большими силами Спартак Переходит В атаку По штрафную Это был навес Такой Безадресный Недорезов Отбил мяч Писарев Выигрывает Борьбу А двоих Обыграл Недорезов Зажег Мяч Не очень уверен Малафеев Титов Катульский Выбивает Мяч Алексей Катульский Ну Зените Вы знаете Новая Команда Можно сказать Формируется Она По ходу Этого Чемпионата Сейчас Маркао Нарушения Не было Я согласен С арбитром Маркао Сам Развернулся Не удержался На ногах Но тем не менее Угловой Что говорится Зенит Начинал плохо Когда Юрий Андреевич Морозов Возглавил Команду В роли Главного Тренера Команда Преобразилась И просто Провелась Серия Матчей Великолепно По качеству Игры По движению По всему Затем 8 матчей Синтер 100 Том Кубка И вот эти Мне кажется Матчи Надорвали Зенит Конкретно Игроков Много Травмированы Очень Много Травмированы И состав Приходится Все время Видоизменять Однако Игонин Постоянно В основном Составе Деменко Упускается За боковую Ленину И потом Еще у Зенита Есть одно Качество На протяжении Всей своей Истории Футбольной А в этом году Отметили Синецкое детство Клуб Всегда он был Таким Знаете Неприятным Раздражителем А может быть Даже и соперником Для Именно Лидера В первом Круге Между прочим Зенит Мастер Выиграл 2-1 Да Это уже Пожалуй Четвертый удар В сторону Ворот Зенита Ну что тут Михаил Гирюков Помощник Верян Морозу Рядом Я думаю Что Зенитовцы Сейчас Глубоко Отходят Своей штрафной И дают Спартаковцам Подходить К самой Ленине Штрафной Конечно Это Не очень Приятно Для Зенита Подскользнулся Малоферик Игонин Цветков За вот эти Но 4 сезона 17 человек Только вот Легионеров Белоруссия Украина Есть из Казахстана Тарасов Сейчас из Казахстана Но он травмирован Ну что говорить о травмированных Надо говорить о тех Футбольном поле Горовой Красиво Деменко Преследует Чуйся Чуйся Недоволен Действием Максима Деменко Цветков Будет водить Мяч За боковой Деменко Максим Поле на Петровском В хорошем состоянии Парфенов Хороший Пас Титов Ну вот развитие Атаки У Спартака И преимущество Даже в количестве Игроков Титов С разной площадки Удар И мяч Влетает в ворота Красивая комбинация Егор Титов Начал ее Ну вот Видели Как-то Недоволен Юрий Андреевич Морозов Показывает Всем Своим видом Что Нельзя Было давать Разыгрывать мяч Так легко На пост Вот штраф Но так оно и получилось Так 1-0 Московский Спартак Впереди Егор Титов Очень четкая Быстрая комбинация Еще раз Вот Егор Титов Отдал Най вперед И здесь Надо было Встречать Смотрите Как просто Делать эту Передачу И не догоняет Егора Титова Апипу Малафеев Был Бензин 1-0 1-0 Московский Спартак Впереди И уже Вся трибуна В дыму Где болельщики Спартака Их прибыло Около 5 тысячи Человек Санкт-Петербург Ну а Спартак не успокаивается Идет Идет Вперед Мне кажется Немножко Неправильно Все-таки Действует Зенитов Это Олег Иванович Романцев Как раз Идет Играта По его Плану Центр Хорошо Но не точно Задумано было Хорошо Надо было исполнить Превосходный струйный принтер По доступной цене Итак На 11-й минуте Егор Читов Открыл счет В матче 1-0 11-я минута Первого тайма Сделано было Сделано было В стиле Московского Спартака Очень четкий Розыгрыш Я бы даже сказал И средняя передача И короткая Но В том эпизоде Не очень уверенно Действовали Конечно И центральные Оба защитника Они находились В полупозиции Самое главное Опекун Читов На футбольном поле Все Распределено Кто за кого отвечает Нарушение права Штрафной Огородник там На правом фланге И Овсепян будет Подавать мяч Судя по всему Цветков Цветков Начинал играть В Обскове Еще в этом сезоне Но Эдуард Васильевич Малафеев Который работал В Обскове Уходя в сборную Беларуси Он как бы подарил Зениту Двух замечательных Игроков Все таки Цветков И Недорезов Они усилили Игру Зенита И очень полезно Действует Хотя может быть Сейчас В конце Сезон И Селенок Уже нет А тем временем Ковс Он подключается К атаке Не стал брать На себя игру Дел передачу Маркао делал Не получил Ну и мы видим Что Спартак На хорошем ходу Вы знаете Очень сбалансированная игра Нет больших разрывов Между Игроками То есть Синхронные Синхронные Рядом Действуют И тут же В обороне Вон как Правда Ошибся Нанка Деменко Игонин Мало То есть Воспитанник Не рекомендовано Играть Центральному Защитник Алексей Катульский Вот он сейчас Мечом Но надо играть Чемпионат Продолжается Надо выходить И играть Катульский Техничный И умеет Сделать Вот здесь Надо двигаться Даже вратарю Видите Все перекрыто Все зоны Так хорошо Располагаются Игроки Московского Спартака Это уже Не точный Пасса И Титова В том числе Егор Титов Редко он ошибается Сейчас нет Огородник Рядом Попович Влипан В ближний угол Это в расчете Что Галкипер Ожидает Как и мы Передачу В центре Но не удалось Не получилось Конечно Можно говорить Что лучше Будет отдать Центр А то есть Попончат Открыт Но в то же время Тут с трудом Сейчас Филимонов Отбивал мяч Во всяком случае Угловой Недорядом Сильно Но не точно 20 минут Немного меньше Даже 18 минут Сыграно В первом тайме В матче Зенит Московский Спартак Игра 28 Тура И 1-0 Впереди Спартак Гол забил Егор Часов На 11-й минуте Маркао Калиниченко Калиниченко Отправил мяч На левый фланг Но писари Атака Спартака Продолжается Ну хорошо На 11-й минуте На 11-й минуте На 11-й минуте она подкупает тренер спросите любого тренера у кого работает кофтун и он вам скажет что нет этот игрок очень ценен и не исключено да я думаю это вполне естественно что он появится более что он там был и сейчас он обрел такую форму вообще сейчас вот к лиге чемпионов заслуга олега романтова хорошо видите вот кое кого добавил состав и хорошо команда подготовить лиги чемпионов а так по большому счету для спартака то это главный раздражитель лига чемпионов титов разыгрывает мяч кофтуным по штрафную недорезов еще удар маркао маркао можно было одним касанием пяткой перевести мяч не понял этого до ворот оставалось метров на 6 но атаки опасно вот смотрите вот момент сейчас удар да и вот здесь можно было пропустить туда мяч маркао не сделал этого хотя бразильцы об этом а это вот это как раз ты и гонен кто поможет кто поддержит деменко и гонен штрафной раппорта раппорта но и конину куда деваться он протолкнул мяч а здесь ноги кофту ну побежал в эти ноги штраф по естественно если бы кофту стоял на месте и не двигался в него ударился и гонит тогда штрафного бы не было но здесь же движение защитника был навстречу и так опасный опасный штрафной их когда-то в зените желудков бил с этой точки а спартаке цимбалазь именно с этой точке левой ногой в ближний угол через стенку закрутить но кто сейчас будет пить у зенита мяча попович деменко поповича мощный удар он может он хочет закрутить куда же неужели в ближний туда угол за стенку да но еще раз надо пробить показывает арбитр раньше времени кто-то и стенки побежал формально судья прав или а нет без виска судья показал что без виска не бить да 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 свисток он не дал но попович может поменять надо комбинация мне кажется не ожидал сейчас в себя этой передач не был не готов во всяк суть как-то душу-то не вложил это туда но вот акционеры зенита трибуна почетная гостей цветков смечу цветов так цветов своей стихии он знаете дисциплинирует игру вот мяч не попадает а он так направляет его за тем что развитие атаки и продолжается безродный артём превосходный струйный принтер по доступной цене удар от ворот малосеев сейчас 1 0 1 0 23 минуты сыграно в первом тайме спартак впереди и в общем-то спартак выглядит ну предпочтительно вообще впечатление что спартаков немножко больше чем зенита потому что мяча чаще находится именно у спартака и пока ограничивается контур игрой деменко надо пить удар не получил но уже была возможность удара все-таки это правило для футбола было и в прошлом веке и видимо будут двадцать первым тоже какие полузащитники да такая команда класс полузащитников определяет и класс команд все завязывается в центре боя и китов с мячом и кто его из кто с ним стенку будет играть сам вышел и пробил правой ногой не сильно на удар это не похоже но надо было то что все ждали от него атаки с левой ноги а он взял и ушел на право и зона то свободно все правильно делал иконин кофту чуисто булатов успевает чусь и лепехин деменко парфенов игра рукой парфенов возле ананка рост парфенова сто семь сантиметров в общем для переднего центрального защитника непривычный рост ну вот там роберто карлос он даже немножко пониже украины такой я сказал идеальный сегодня защитник для европы это роберто карлос его мобильностью кофту рост на высокий крайне тоже защитник ну а вот центральный как бы подразумеваешь надо играть головой стороны ананка хотя нам к 4 операции перенес 4 сложнейших операций и возвратился и как вовремя возвратился в основной состав читает игру великолепно вот эта позиция его свободного центрального хотя сейчас уже вы знаете видоизменилась в современном футболе даже но есть игра в линию в обороне а есть игра со свободным ну я вижу как булатов и парфенов как они помогают ананка то есть какое взаимодействие вот так вот треугольник съешь не говорю а диагонали подстраховки крайне когда страхует центральных горовой ушел а скитолог еще раз еще раз обыграть витков чувство колениченко замечен маркау можно пить удар ну что необходимо форвард улучшить момент и пробить вот маркау сейчас это и сделал правда он пробил не точно но все же пробил антонио маркау 73 года рождения чусь и 75 ой какая ошибка не дорезут но молодец малафеев можно даже кстати говоря было крикнуть малафеева играю взять пораньше этот мяч хотя нет рядом был маркау да нет нет опасно это я не прав все-таки рядом повтор точно дал оценку сейчас надо панферов в мяч играл такой момент из английского футбола когда поощрили защитника играющего в мяч а не в ногу хотя похоже было на опасную игру на накладку 1-0 1-0 28 минута в первом тайме и спартак впереди 1-0 пока он забил один егор титон что будет дальше посмотрим 22 тысячи зрителей очень остро реагирует на все происходящее на футбольном поле а зенит уже готовит замену торшаль да ну наверное юрий андреевич морозов не согласен с тем как идет игра в центре поля огородник ананка против него действует булатов вот тоже игра спартака и молодцы так и надо играть сейчас казалось бы надо было отбивать куда подальше до защитника нет он возвратил мяч своему партнеру и тот уже глядя отдал пас на то есть это умение из любой ситуации найти правильный выход великолепно егор титов сыграл отыграл уже троих до пас малафеев вячеслав малафеев игрок молодежной сборной страны способный вратарь 79 года рождения вратарь это у нас сейчас два лучших будем так говорить пока один перспективный а второй состоявшийся хотя у спартака я думаю немало вопросов руководство спартака к селимонова в то же время защищает ворота лучшего клуба россии постоянно юрий андреевич морозов отпускает отправляет в бой двадцать третий номер в этом году вы знаете андрей аршавин в этом году столько молодых футболистов андрей аршавин 81 года рождения ну вот это и вселяет оптимизм в жизни зенита что появилось много молодых способных футболистов и воспитанников нашей петербургской футбольной школы андрей аршавин воспитание школы смена тренер сергей гордеев и меня это нагородник это увы у огородника не получилось народник приглашен был к бомбардир белорусского футбола кажется больше всех голов забил белорусский футбол не ахти какого высокого класса в этом году приглашен огородник сейчас его сменил аршавин чуйся парфенов до калиниченко мяч не дошел маркао аут и спартак будет водить мяч это боковой кофту ну вот посмотрите где играет крайние защитники спартака метров всего там 20 то угла штрафной да вот это вот позиционно проигрывает зенит центр поля а это на руку спартака посмотри сколько сейчас спартака штрафной ананка попович кофту парфенов очень мелко и гонен калиниченко возвратился опередил цветкова чуйся так выстрел сейчас чушься в ногу титова но ты все-таки смягчил этот пас и гонен пока легко легко все атаки отбивает спартаков опасная игра парфенов неправда играл прямой ногой открытый попал в ногу попович и даже травму нанес превосходный струйный принтер по доступной цене 33 минуты в первом тайне сыграно 1-0 впереди спартак ну а что в это все пьян пока у в тени я все пьян должен куда отыграть не глядя безродный здорово обыгрался сейчас поймали его но такой перекиску с одной ноги на другую уходил от двух еще раз поскольку артем безродный калиниченко это в общем-то такие ну крылья вообще спартаку вот на мой взгляд необходимы конечно хотя бы один такой челнок как карпин а это чуть побольше бы атак фланга в московском спартаку вот этого не хватает особенно в лиге чемпионов это ощущается сейчас их венгеры называют ну назовите их челноки в общем крайне полузащитники безродный пистоли порвался к мячу но на пути был защитник аут ковтун катульский отбил ковтун догнал этот мяч булатов титов не расчетливо сыграл но все же помешал сделать точный пасков ковтун цветков именка вот теперь поможет кто поддержит именка без адреса перекрыты все зоны и мало игры без мяча у зенитов особенно те которые вот атакующие линии раз два три зенитушка дави но этот где-то в 80-го года наверное лозунг такой фраза еще тогда когда морозов в 80-м году сделал бронзовым чемпион бронзовым призером команду зенит парфенов деменка цветков и гонин но вот рванулся в свободную зону попович чувствую при снял неплохо цветков все же горовой с мячом ой как красиво молодец горовой но он играет против честного сегодня дегонин поднял руку по почте уже поздно отдавать горовой вот смотрите полминуты назад было великолепное действие на уровне вообще игрока экстра класса а затем вот такой неточный пас вот это отсутствие стабильности все-таки банальная правда но она жива и живучим стабильность признак класса никуда не деться кстати зениту не хватает стабильности действия в составе но это и мастерство здесь все взаимосвязано маркау хорошо закрывает мяч корпусом все-таки преимущество бразильских футболистов когда они получает мяч за их преимущество что этот мяч всегда укращает очень хорошо и техничный видимо работа с мячом то ли на пляже то ли во дворе она у них великолепно поставлено но я смеюсь говоря поставлю потому что понятно что дворовой футбол ну какие техничные всегда прозит булатов чуйся китов булатов а в этой зоне никого нет и спартаковцев афсипян аршавин попович хороший пас афсипяна был аршавин кофты не догонял его и атака сзади она карается желтой карты аршавин сейчас вы знаете не высокого роста но правильно сделал закрыл мяч корпус путь к мячу закрыл ничего не оставалось защитнику сделать как на розык правил штрафной аршавин на Филимонов вводит мяч в игру 38 минут в первом танец Зенит проигрывает 0-1 Проигрывает московскому Спартаку И Спартак владеет инициативой Счет соответствует всему тому Что происходит на футбольном поле Парфенов Игонин молодец Рассказал, пришел, помог Деменко Ну а кому он? Горовой Деменко Авсепян Аршавин Удар от ворона Ну попытка была сделать передачу Аршавин невысокого роста Молодой футболист, юный футболист В этом сезоне появился В составе Зенита Аут Ну пока все в пользу Спартака Кстати говоря, вот и в Леверкузне Первый тайм был за Спартаком Однако они Это свое преимущество не реализовали Как подобает Надо было воплотить в несколько забитых голов А во втором тайме игра поменяется Игра рукой Ананка сейчас Сыграл рукой Ну и река Зенит что-то предпримет Я думаю, что Юрий Андреевич Морозов Чем-то озадачь карточку Да, получилась умышленная игра Я согласен с арбитром Вы знаете, мяч как-то так скакнул Неожиданно В сторону Атананка И он рукой подыграл Но умышленная игра рукой Желтая карточка Это незыблемые правила футбола Игонин Охо, хорошо Одним касанием Все-таки, когда играет В одно касание То Защитники Нападающие То защитники не успевают Они не готовы Чуйся На левый фланг Не туда, нет Вот там слева Сейчас безродный был один Здесь Маркао ведет борьбу Придерживая его, не дается Похоже было Но арбитр развел руки Как бы виден Во всяком случае Фролов Арбитр из Раминского Николая Фролов Он хорошо физически готов Метрах в 10-15 Все время от мяча Так и должно быть Цветков Ох, не увидел сейчас Селенко должен был пропустить мяч Рядом был один Попович Очень грубо ошибся сейчас Спартакович Цветков Подключился Вот еще раз Давайте посмотрим Знаете, какой момент? Так Спартакович ошибается И если бы пропустил мяч сейчас Вот, смотрите, набегал Но Деменко не почувствовал Но это же там Все происходит Считанные доли Опасный удар Малафеев И вновь Маркао Какой цепкий, да, Маркао? Как трудно у него мяч отобрать А получил травму Малафеев Хороший был момент у Зенита И Деменко, ну, если бы поднял ногу Как раз справа набегал Видите, 21 год Малафееву 185 рост Мантиметров И вот здесь, когда прыгали два На мяч игрока И защитники Нападающие Как раз между ними и попал Малафеев Это Михаил Бирюков Замечательный вратарь Зенита Хотя нет, это был Приходько Но Михаил Бирюков там рядом Помощник основной Считается у Морозова Юлия Андреевича Михаил Бирюков Сергей Приходько тоже вратарь Но все-таки Бирюков по имените Он был в 1984 году Когда Денис был чемпионом Он был вратарем Он получил приз Лучшего вратаря страны А соперничал он тогда С Ренатом Досаевым Штрафной Лепехин нарушил правила Вот Бирюков Рядом Денис Один из серии Бирюков Чемпион Вратарь Штрафной Штрафной Удар Артем Безродный Один из серии Номер Легаренко Хорошо Рассчитал Подбил Или это Катульский Нет, Катульский Это был Катульский Которому нельзя Вернуть голову Сейчас сыграл Попович Цветков пробивал Ну может быть и правильное дело Почему не пробить До ворот остается метров 25 Вячеслав Грозный Рядом Олег Помощник Олег Иванчик Кстати говоря Тоже очень хорошо пришелся Спартаковскому коллективу Работал в Днепре А еще в 94-м году Уже Спартаковске работал То есть он хорошо знает Спартаковску школу И Спартаковскому Его хорошо знают Хороший тандем сложился Тренерский Романцев Крот Ананка с мячом Титоп На каратке Ну куда пошел Сейчас Демент Как знаете Умышлено На потерю мяча Может быть Штрафной ожидал Что будет Цветков Просто подлиннее передач Ну кофту Повыше Чем Аршавин Сантиметров На 10-15 Горовой там ведет Бои местного значения В центре поля Булатов Титов Набирал скорость безродной Ну правда безродной Получилось Перчицов там Сделал забегание Но безродной Не отдал А хотел сыграть В одно катание С Маркау Не получилось Вне игры Попович Вовсайль Стоит Держит боковой Судья Плажок Что-то Фролов На него не смотрит Вот сейчас Вратарь говорит Посмотрите На боковой Сутью Но Фролов Увлекся Он позвал На секундомер Истекает время Первого тайма И звучит Свисток Закончился Первый тайм В матче Зенит Спартак Москва 1-0 Впереди Спартак Мы продолжаем Прямой репортаж Из Санкт-Петербурга У микрофона Геннадий Орлов Спартак Выигрывает 1-0 У Зенита И надо сказать Что счет Соответствует Положению Диэл На футбольном Поле Пока все идет Под диктовку Спартака Главный Дирижер Егор Титов Он и гол забил Но вот сейчас Посмотрите Удары по воротам 8 сделали Спартаковцы 5-зенитовцы Но у Зенита Был великолепный Один момент И если бы почувствовал Деменко Что рядом Совсем открытый Попович И пропустил этот мяч То наверное Зенит бы счеты сравнял 1-0 Все-таки счет Для футбола Минимальный И я думаю Зенит сейчас Приложит максимум усилий Для того Чтобы Отыграть Составов Каких играют команды Спартак Москва Гость Александр Филимонов Ворота Второй номер Юрий Ковтун Он уже получил Желтую карточку В первом тайме 14-й Максим Калиниченко 4-й Кристиан Чуйсе 5-й Дмитрий Парфенов 6-й Дмитрий Ананго 7-й Виктор Булатов 8-й Антонио Маркао 9-й Егор Титов 10-й Николай Писарев Кстати Был Дмитрий Огородник Его сменил Аршавин Аршавин Играет Андрея Под 23-м номером Уже в первом тайме И 33-й номер Максим Деменко Главный тренер Юрий Мороз Итак 1-0 Ну понятно Что уже включено Освещение Всего плюс 3 градуса Северный ветер Правда не такой сильный И все же мы на берегу Невы Рядом с Финским заливом Но 22 тысячи болельщиков Стойко переносят Все тяготы Этой холодной погоды Сухо Поле в прекрасном состоянии Мы в этом убедились Мяч не подскакивает Неожиданно Футболистам хорошо Легко с ним работать Горовой Перемудриев Долго И Спартак Главный судья Николай Фролов Из города Рамин Его помощники Станислав Сейчас Атака Аршавин Пас Хороший пас И Ошибся Филимонов Не удержал мяч Что-то минимальный Скользкий счет Я думаю Зенит Приложит сейчас Усилия Все-таки Сейчас Вот в этот момент Вступает Правила Своего поля Футболист Как бы Находит Дополнительные Ресурсы Силы Может поймать И кураж Поэтому Спартаку Надо будет Играть Почетче Особенно В обороне Сухин и дворников Помощники Главного Судьи Инспектор Владимир Кузнецов Из Омска Тоже Когда-то Судья И тем временем Угловой 14 номер У Спартака Это Максим Калиниченко Кстати говоря Воспитанник Харьковского Спортивного Интерната Когда-то Оттуда Владимир Бессонов Вышел Еще группа Интересных Футболистов Ну играл В Днепре И поэтому Его и знает Хорошо Вячеслав Грозный И вообще Парни об этом Говорят Что по таланту Он Ну даже Не уступает Егору Титову Ну посмотрим Это жизнь Покажем Ананка Чуйся с мячом Егор Титов Блеснул мастерством На 11 минуте Начал комбинацию И довел ее До забитого гола Сам причем Забил гол Здорово это сделал Незаурядный футболист И прекрасно Что в нашем Российском чемпионате Но вы знаете Так на рассуждение Сможет ли он Прогрессировать Находясь в российском Чемпионате Может быть Лучше переходить Куда-нибудь В итальянский В испанский Тем более Что на него Есть Претенденты А это была Ошибка Филимонова Удар от ворот Мельников Морозов Тревенский штат Зенита Юрий Андреевич Морозов Приверженец Наступательного Атакующего Футбола Построил На очень высокой Атлетической Подготовке И на высокой Организации Игры Но когда Не хватает Селенок У игроков Организация Это расцепает Поэтому вот Иногда Бывают Сбои Нужна Хорошая Физически Подготовленная Команда Для выполнения Концепции Морозова Хотя Эта концепция Всегда Интересна Юрий Андреевич Морозов Напомню Он все-таки Дважды Вы знаете Собирал команды Это был Зенит Который Садырин довел До чемпионства И затем ЦСКА Который опять Садырин довел До чемпионства Вот Такова судьба У Юрия Андреевича Морозова Хорошо работал С Лобановским Всегда Он и по-прежнему С ним дружен И Мне кажется Многие модели Киевского Динамо Они модели Юрия Андреевича Морозова Но это и нормально Потому что Киевская Динамо Совсем уж Неплохая команда Да А может быть Сейчас После ухода Шевченко и Реброва Есть проблемы Кстати Суркис Сейчас готов Заплатить Как он любит Любые деньги Григорий Суркис За форварда Но его нет Вот У Киевского Динамо Такая проблема А это Спартак Рвется вперед Кофту с мячом Чуйся Маркао Да Его не столкнуть Вот умение Особенно Для молодых форвардов Глядя на Маркао Учитесь Как он закрывает Мяч корпусом Умело Титов А за спиной Безродный И вот сейчас Хорошо Пас налево Удар Рядом со штангой Хорошо потому что По игре Красиво Все таки мы работаем Ради красивого футбола Неудобно было Да Но надо было Делать туда передачу И пас был сделан Это кстати Дело сейчас Калиниченко Эту передачу Малафеев Удар от ворот Кофтун Вне игры Там Калиниченко Был в зоне Офсайда Но с мячом Защитник Псковский Ребята Недорезов Цветков Но помогли Влились в команду Вы знаете И Недорезов Вообще Впечатление Что он Уже несколько лет Играет в составе Зенита Он так уверенно Без грубых ошибок А действует В позиции Центрального Переднего защитника Головой хорошо играет Недорезов 81 года рождения То есть Какая еще у парня Впереди Большая футбольная Карьера Ну дай бог Чтоб не было травм Чтоб все было хорошо Вот сейчас Недорезов Головой играл Но было нарушение Правил уже до этого Ну болельщики Петербургские Болельщики Вот я вижу И сатирики И певцы И политики Безродный Безродный Хороший пас Цветков Опередил Ну если в Спартаке Робсона называют Брат 1 Маркао Брат 2 Чуйся Брат 3 То в Зените Безпаль Зенит Удар от ворот Так вот Если я сказал Брат 1 Брат 2 Брат 3 Это все По аналогии Из фильма Знаменитого А В Зените Конечно Бесспорно Роберто Карлос Цветков И подстрижен Так же И крайний Защитник Знаете Футбол Это Обязательно Чувство юмора Смех Молодые ребята Что там Всегда Всегда Хорошая Шутка Хорошее настроение Парфенов Смехом Кстати Парфенов Одессит Тоже Знает Несколько Одесских Хохм Как он Сам Говорит Про себя Билановым Игорем Поддерживает Отношения Перезванивается Часто Вот он Смехом Нет Булаков Извините Булаков Смехом А так Сейчас Продавливает По центру Поля Ну Трудно Знаете Именно По центру Как когда-то Чтобы сравнять счеты Титов Разгадал Афипяр Молодец Понял Что будет Передача На свободное Место И вот Олег Ковальевич Роман Недоволен Потому что Все-таки Титов Мог и Получше Снимает Сейчас Знаете Как говорят Люди Близки Спартаку Что Грозный Не такой Грозный А вот На самом Деле Грозный Это Олег Роман Он Требователь Ну а Как Без Этого Как Превосходный Струйный Принтер По доступной Цене 1-0 Среди Спартак Во втором Тайме Северный Наверное Минут Уже 12 Сейчас Холодно Поэтому Столкновение Особенно Неприятное Еще Расскажу Что Северный Порывистый Ветер Свинцовые Тучи Над Стадионом Петровский 22 Тысячи Зрителей На Матч А игра Идет В размеренном Темпе Как В общем-то Видимо И хотел Спартак Штрафной Темп Размеренный А затем Разрыв Возле Где-то Штрафной Как Это Было В первом Тайме Когда Егор Титов Забивал Всплеск Эмоций И Острый Выпад Острый Укол Удал Удар Поворот Парфенов Не задумываюсь Берет на себя Инициативу Это Наигран Пас Точно На голову Ковтуну Правда Ковтуну Партнеру Сейчас Не очень-то Хорошо Помогали В подобной Ситуации Они должны Бежать К нему Навстречу По крайней Мере Два Человека Читов Ну чем Хорош Читов Видите Сейчас На коротке Вроде Такие Длинные Ноги А как Он Укратил Мяч Буквально Как будто Рукой Опустил Вне Игры Нет Ну и Не догонит Не догонит Спартак Мяч Чуешься Жестковато Хотя Интересно Было По замыслам Было Интересно Посмотрите Видите Это игра На третьего Стенка На третьего Ананка Непонятно Был свисток Ананка Остановился Но из-за шума На трибунах Не слышал Свистка Парш Штрафной Ну Неинтересно Неинтересно Жаль Зенит Растерял Силы Но Я скажу Что Все Дискутировали Да Зимой Надо ли Играть В Кубке Интерто То Ну Не знаю Какому мысли Пришли Тренеры Зенитов Но На мой взгляд Все-таки Что много сил Было Именно Отдано В этом Турнире А турнир Оказался Не главный Он ничего Не дает Турнир По большому счету Лучше добиваться Места в чемпионате И копить силы На Кубок УЕФА Кстати У Зенита Если Добьется Победы То Есть шанс Попасть Как раз Группу команд Претендующих Играть В следующем Сезоне В Кубке УЕФА Но пока Преимущество Спартака И счет 1-0 Поле Спартака Малофеев Далеко Ушел Ну что Будет Нельзя На коротке Играть Ошибка Чревата Очень плохие Последствия А А А Ананка Вот для Венита важно остановиться, конечно, на каком-то из тренеров, потому что я уже сказал, 4 года 3 главных тренера, ну, команду, ну, как минимум 2 года надо, чтобы сделать команду, а лучше 3, и надо сделать ставку на какого-то тренера, до того же Юрия Андреевича Морозова, ну, пусть делает команду, но уже, чтобы без всяких волнений наигрывал молодых, готовя их не на одну игру там, а уже и на сезон, и, может быть, даже на следующую. Другого пути нет. А школы есть, в Петербурге есть школы, и «Зенит», и «Смена», которые неплохих ребят готовят, конечно, приглашать все равно придется. Ну, вот эти акционеры, президент клуба Виталий Леонидович Мутков возле вице-губернатора Малышева Валерия, то есть, может быть, альянс будет футбольного клуба «Зенит» и администрации, хотя вражды никогда и не было. Но, во всяком случае, необходима кооперация сил для Санкт-Петербурга. Всем работает, наверное, на то, чтобы была хорошая, классная команда. Смотрите, как любят в Петербурге футбол. Попович. Аршавин в отставе. Да, в момент удара он был в отставе. «Зенитовцы» два раза попадали в офсайт, а «Спартаковцы» один. «Ананка» чем-то мостового напоминает, да, по прическе, по походке такой. Ну, как вовремя он подошел к основному составу. Вообще, сейчас вот эта четверка защитников в «Спартаке» очень прилично выглядит. Сейчас Маркао не понял, надо было не в стенку играть, а пропустить мяч. Чуйся! Читов! Это его удар. Опасный удар. Где-то сантиметра сорок, может быть, метр от штанги, но позиция, с которой можно забить. Да, уже 13 голов забил Егор Читов. Он лучший бомбардир «Спартака». Аршавин. Нет, Булатов раньше. Вот очень здорово. Вы знаете, получается, Булатов и Парфенов вот в этой зоне перед центральными защитниками, они очень умело действуют. Я бы даже так вот сказал, хотя Парфенов сам говорит, что он играет по игроку, но мне кажется, они оба выполняют роль опорных полузащитников, потому что, хотя Парфенов вот сейчас возле Поповича, Геннадий, и моментально, смотрите, как он сразу переходит в атаку. Моментально. Парфенов с мячом. Долго. А его Катульский вышел встречать, потому что Катульский свободный центральный защитник, так и должен, кстати, быть, потому что же лишний был в атаке у «Спартака» игрок. Теперь Афсипян с мячом. Его догоняет Безродный. Афсипян пораньше мог отстать. Ну, вот слева это Вячеслав Грозный, Хаджи Александр. Ну, раньше говорили администраторы, сейчас, кажется, технический директор. Но это человек, который заботится обо всех игроках, о тренерах. То есть человек, вы знаете, такой всегда вот... Когда-то был Морозов знаменитый администратор, в «Зените» был Юткович, а в московском «Спартаке» Морозов. Это и еще знаменитый был в «Киевском» «Динамо» Рафаил. Вся страна их футбольная, конечно, знала, потому что они великолепно восполняли свои обязанности. Титовы сбивают штрафной. И карточка даже. Горовой. Получает желтую карточку. Какая-то по опорной ноге ударил. Да, по опорной ноге ударил. Не по мечу, а по ноге. Штрафной. Кто будет бить «Спартака»? Ну, тот же Читов может пробить. А для них нет. Ну, посмотрим. Но у них есть у «Спартака» и стандартный розыгрыш. Они могут и разыграть. Кстати, вот эти стандарты, они тренируются футболистами всегда при отсутствии болельщиков, журналистов, наблюдателей других команд. Читов. А Малафеев как будто знал, в этом углу уже стоял. Это называется выбор правильное место. Вячеслав Малафеев. Пресс-служба «Зенита» сообщила, что Андрей Кондрашов, Денис Угаров и Роман Березовский выстрел на трансфер. И они даже уже не тренируются. В составе «Зенита» они в первую очередь выйдут из команды. Если, конечно, ими кто-то заинтересуется, а вот иначе, какова судьба и будет? Я не знаю. Читов. Один. Никто не мешает. Вот один увлекся и потерял мяч. А все пять. Деменко набирает скорость. Аршавин снычок. Филимонов. Чуйся просит мяч. Нет, он отдал Парфенова. А вот Парфенов чуйся. Может быть, Филимону надо было сразу отдать туда. Еще раз смотрим. Ну, правильно Аршавин делать. Вот для «Зенита» вы знаете, большая потеря. Бесспорно, мне кажется, для атаки лучший футболист в этом сезоне. Это Сергей Осипов. Он как раз справа фланга великолепно делал передачи и быстрое первым темпом. То есть не затягивал. Но он тоже получил травму, он не играет. Чуйся с мячом. Булатов. Парфенов с мячом. И какой удар? Метров с 25, может даже с 30. Карточка? Нет, просто штрафной. Все-таки был здесь как-то развернулся, безродный. Но травму не получил, все в порядке. Маркау выключился из игры, мало заметил. Деменко, горовой. Попович. Вот ему пас, Поповичу нет, здесь Аршавин. И Филимона прачил. С китов. Начались разрывы большие у Зенита, у Сталина. Вот смотри какой разрыв большой. Он не смог сделать передачу. Спартака из Писарев сейчас. Да, уже открытая игра. Зенит может пропустить. Большие разрывы между нападающими и защитниками. А здесь как для Спартака. Это как раз то, что надо Спартаку. Самая лучшая позиция. Догонит Маркау? Удар от ворот. Удар от ворот. Да. Чувствовал, что необходима замена. Именно полузащитника надо выпускать. Андрей Кобелев. Травму тоже преследовали Андрея. Хотя были матчи в этом сезоне великолепные. Уграл за Зенит. Хорошо играл. Меняет он 20. Аршавина меняет. Ну вот Аршавин поиграл. Сколько же он поиграл? Вот сейчас сыграло 22 минуты. Ну может быть 23. Во втором тайме. И в первом он играл там минут 10-15, да? Ну, во-первых, может быть какая-то и старая травма. А вошел Кобелев в игру. Да, Зениту необходимо в центре поля что-то создать. Созидать. Но счет 0-1. Зенит всего лишь один мяч проиграл. Тысячи случаев были, когда были и нелепые голы. Поэтому Зениту надо рисковать. Дерзить. Дерзить лидеру. Спартак у нас на первом месте в турнирной таблице. После 27 игр 61 очко. У Локомотива, который на втором, после 28 игр 59. Ну а у Зенита 43 очка после 27 игр. У Черноморца, как и у Торпедо, по 46 очков. Правда, Торпедо тоже 27 минуты не брал. Попович. Игры нет. Ананко. Писарев удержал мяч. Недорезов. Лепехин без адреса. Штрафной. Превосходный струйный принтер по доступной цене. Замена у Спартака. Писарев уходит. А 19 номер. Или 15, наверное. Да, 15, конечно. 15. Андрей Штолтерс. Первый сезон в московском Спартаке. Горовой выбил на угловой. Причем, что Толсус хорошо начал. Был в основном в составе, но затем как-то сник. Ну, может быть, и другой режим игры, другие требования. Надо привыкнуть к игре Спартака, к манере Спартака. Спартака. Угловой. Булатов. Штолтерс. Опасно. Ковтун пришел. Это он пробивал. Попал много защитников. Еще один угловой. Андрей Штолтерс. С 7-4 года рождения. Малафеев на месте. Чуйся и Попович. Попович. Оттеснил. Отмечают. Чуйся. Кто поможет Поповичу? Цветков. Выход один на один. И? Венальти. Ну, вот я вам говорил, что минимальный счет. И карточка желтая. Николай Фролов поднимает вверху руку. Желтая карточка. Вот смотрим еще раз. Вы знаете, я бы не сказал, что это стопроцентный пеналь. Потому что Цветков падал несколько позже того, как приблизился к нему спотакал. Ну, в то же время Цветков упал. Здесь все всегда, ведь во всех правилах судья берет на себя решение в той или иной ситуации. И шанс получен Поповичу мяча против Геннадий Поповича, против Александра Филимонова. Великолепно. Низом четко в левый нижний угол. 1-1. 1-1. Подключение Цветкова обернулось назначенным пенальти. И счет стал 1-1. Да, такое преимущество Спартака. Я вот говорил в первом тайне, в конце его, что необходимо реализовывать. Теперь будет трудно. Играть еще минут 17. Ну, это радость акционеров. Даже глава заказательного собрания Санкт-Петербурга, это Сергей Тарасов. Больше всех радовался сейчас. Ковстал с мячом. Офипян. Мяч уже вышел за пределы поля. Чуйся. Катульский. Кто раньше? Китов. Китов. Катульский. Очень хладнокровный, молодец. Вот он четко действует. И главное, хладнокровно. Безродный. Читов. А правый слава был открыт. Можем было там организовать атаку. Что атакует сейчас? Кобелев. Деменко. Ох, как опасно. Ошибка Ананка. И сейчас Кобелев. Но мяч, конечно, неожиданно летел сейчас к нему. Но если бы он четко сыграл, если бы он четко сыграл, то мог и забить. Китов. Китов. Обманул троих. Паша, штрафную. Штолтер. Нашел возможность для удара, пробил, но не точно Штолтрус действует в позиции правого полузащитника, я бы так сказал Ну вот Цветков, видите, подарок из Пскова Сработал, как вовремя он подключился к атаке Почувствовал ситуацию и по пояс делал ему пас Кобелев Овсепян Овсепян Игонин Попович Ковтун Булатов Можно бить Обводил мяч сейчас, вы знаете, вот такой мяч Послан был в дальний, левый от Малафеева, левый угол, верхний угол, но не получил Еще одна замена Еще одна замена в составе Спартака Штолтрус уходит Вот это да И вместо него Ширко Поиграл минут 5-7 Но, видимо, тут после того, как пропустил Спартак, надо было на подачу выходить Поэтому Ширко и вошел в игру Он все-таки второй бомбардир после Егора Читова в Читово-Спартаке Катульский Деменко Ананка Превосходный струйный принтер по доступной цене Да, я вот не знаю, мог ли Деменко, но надо было все сделать, чтобы не травмировать Все-таки Да Когда один футболист бьет другого Жутковато вообще За профсоюз футбола футболистов Есть вещи корпоративные Все-таки надо как-то думать Это зарабатывает хлеб Всех семьи, дети Вот об этом тоже надо думать Когда жестко и жестоко друг к другу относятся Деменко Игонин Хорошо, хладнокровно действует Алексей Игонин Вновь он с мячом Отчуешься, не смог обыграть Один-один Одиннадцатая минута Егор Титов В первом тайме Семь четвертая Геннадий Попович Два девятых номера, кстати говоря, отличились Один-один Следующий матч Зенит проводит в Воронеже Против Факела А Спартак против Ростельмаша в Москве Причем вот объявлено, что игра будет без зрителей За хулиганские действия спартаковских болельщиков Наказывается Клуб Кстати, я не пойму логики Почему надо, чтобы клуб страдал Ковцов с мячом Как Зенит играл без болельщиков Булатов Титов Вот это опасно Может быть выход один на один Подстраховал Недорезов Да, Недорезов Именно он Подстраховал сейчас Вратаря И выбивает мяч Спартаковцы хорошо разыграли стенку Титов отдал пас Да, непонятно Артем безродный сейчас Может быть надо было все-таки попытаться пробить Или он не успевал Но как-то пробежал мимо Убежал от мяча Минут восемь остается до окончания матча Один-один Но после того, как Зенит сравнял счет В пенальте это сделал Геннадий Попович Игра, конечно Перевернулась Денис стал совсем действовать Денач Выиграют единоборство Мяч чаще на половине поля Московского Спартака Катульский Вот я говорил Врач не рекомендует ему бить головой Да, он как головой играет Бьет по мячу У него было сотрясение мозгом В матче в Кубковом в Липецке Кобелев А что вот Выход Кобелева сработал Знаете, все-таки культура игры повыше стала Я имею в виду культуру передачи В центре поля Все-таки, когда идет через Кобелева Как-то все это лучше выстраивается То есть Насколько же у Зенита еще потенциал Горшков же еще болен Тоже полузащитник Чуйся Китов Ну здесь Малафеев подбирает этот мяч Ну вот звучат объявления по стадиону Уважаемые любители футбола Пожалуйста Пожалуйста, держите себя в рамках приличия Ну так не говорят Это я вот говорю Ну вот видите, есть и инвалиды тоже на матче На Петровском стадионе Инвалиды-колясочники Ну есть они сейчас, я думаю, на всех стадионах в России Это очень хорошо Травма у Спартака Чуйся Еще раз смотрим Ну столкновение Холодно Сейчас, кстати, нарушения правил не было Ну холодно И любое столкновение Очень неприятно Боль Бролов Главный судья встречи Это Попович Свободный Спорный Акщепян Попович Китов Безродный Акщепян Высокая скорость Акщепян Перегнал сейчас Безродный А он надел мячом Деменко Акщепян Горовой Хорошо Ширко сыграл Ну опасно Так отобрал мяч В падении В прыжке Здесь вроде никто ему и не мешал Хотя Горовой вроде бы был рядом Но Можно было сделать пас и на метр вперед Кобелев А Чуйся нарушал правила Кобелев умело закрывал мяч А Чуйся пытался к этому мячу Подойти не получилось 1-1 в Санкт-Петербурге Прямая трансляция Заканчивается мяч Денис Спартак Ананкас Катушки Горовой Не откажешься В желании играть В стремлении играть И сегодня можно было только компенсировать Вот Может быть Разность В мастерстве Огромным старанием Желанием Игры через «Не могу» В один через все это продемонстрировал Молодцы Кофт Афиган, побыстрее Да, страшное Афиган, побыстрее Сейчас уже погнал Безродного И Судья дал свисток Как раз в пользу Зенитовца Нужен гол Просит Зенитовские болельщики Афиган у мяча Над перекладиной Пролетает Еще один Зенитовец Готовится Войти в игру Федор Усов Если он успеет Войти Потому что матч Подходит к концу Остается Ну я не знаю Еще судья не показывал Сколько добавляется Времени Резервы Судья А кто в втором тайме Выпал из игры Маркао Безродный Булатов Парфенов Сам пошел на обыгрыш Да Малаке Надо было Только отбивать Мяч на бой Это был пас Протолен Кобелев Игонин И справа Попович Надо увидеть его А передатель И вновь Игонин Сключил Деменко В центре Кобелев Показывал Сейчас Просил мяч Он был Как раз На 11-метровой отметке Но Деменко Не успел Сделать передачу Кобелев Ананка Отбивает Если в первом тайме Все мячи Которые Отскакивали От защитника Спартака Ох, хороший удар Хороший Мы переможаем Что мяч Отскакивает И на спартаков Что вот сейчас В конце игры Уже отскакивает Зенитов Уже в Семпион Смотрите Находится возле штрафной Не игры Деменко нельзя Был И брать опасно И так Истекает Время матча Вот сейчас Покажет Судья Я вижу Резервный Должен Показать Сколько же Остается Добавляет Минут Одна Дверь Маркао Хороший пас И Удар И Артем Безродный Забивает Второй мяч Ворота Зенитов И не додержали Зенитов Вы молодцы Хорошо же Играли Это болельщики Спартака Понятно Что они радуются Все таки Спартак Завел Завел До второго Гола Уже Маркао Очень хороший пас А вне игры Нет Видите Вот здесь Центральный Защитник Не попал По мячу И Безродный Первый Первый На мяче И Забивает Второй Две минуты Добавлено Две минуты Чуть ли не в эти Добавленные Две минуты Сейчас посмотрим Когда судья Даст Свисток Два Один Спартак Впереди Но это Очень обидно Для Зенита Две минуты Поражение Если оно будет Можно было Довести матч Замечения В таком случае Вы знаете Вот Прешний матч Показал Что Зенит Остался Верен Сиди Были Трудности У Спартака Особенно Во втором Танце Зенит Заставил Спартаков И ошибаться В своей штрафной И не хватило У Зенита Просто основного Состава На этот матч Хотя он есть Но он Не совсем здоров Ширко с мячом Артем Безвозный Не смог на коротке Подыграть себе А лепехи Тут как тут Тут как тут Вот посмотри Как хорошо Лепехи Сейчас Там на какие-то Сантиметрам 10 Отлетел Мяч от ноги А он раз И сыграл Безродный Читов И в это время Звучит Да Пожалуй Вы знаете Вот Добавленную Добавленное Время Здесь В протоколе Будет написано 90 минут Так и написано Сейчас на табло Безродный 2-1 Спартак Выиграл Ну что Сейчас Посмотрите На экран Мы с вами Увидим Сейчас Стат Отчет Об этом Матчика Да Зенит Был близок К тому Чтобы Спасти Игру Чтобы Матч Закончился В мяч Сейчас Боленщики Спартака Приветствуют Свою команду Потому что Тебя как раз Все игроки Побежали К своим Боленщикам Благодарят Ну какой Футбол Безболенщиков Это понятно Вы смотрите Преимущество Спартака 17-9 Удары По воротам Удар Створ Ворот 8-3 Больше Спартака Ну а в сайде Это Нарушение Правил 15-15 Или 16 У Спартака Или 15 Не вижу точно Угловые 7-1 Больше Спартака Все-таки Преимущество Спартака Ну мы видели Спартак больше Владел Ничего Спартак Лучше Укомплектован Спартак Сегодня Хорошо Играет В Лиге Чемпионов За что Мы все Потому что Представление Нашего футбола Вот на таком Высоком уровне Во-первых Это вызывает Интерес А мы как Футбольные люди Вообще Хотим видеть Именно наших Футболистов Там на пьедесталах Всех почетных И Пожелаем успеха Спартаку Как команде Которая сейчас Готовит Большую группу Для сборной И тренеру Олегу Романцеву Ну а Зенит Хорош Хорош Я думаю Сегодня Все-таки Показал Спартак Знаете Как говорят Спорт Замандражировал На один То я думаю Что у Спартаковца Там что-то Ёхнуло Внутри Хотя Свои нужные Важные Для себя Победы Они добились Давайте Посмотрим Голы В этом матче И так Первая Классическая Комбинация Титов И он Точно Кладет мяч В левый Верхний В левый Нижний Угол Ворон Это Егор Титов Он Среди Бесспорно Выделял Это Мастер Высокого Класса По меркам Нашего Российского Футбола Точно Но Затем Во втором Событии Во втором Тайме События Изменили Они Они Стали Иными Зенит Все таки Вот Некоторыми Заменами Ну Я бы Сказал Может быть Даже Активными Действиями Игроков Обороны Они Стали Почаще Подходить К воротам Спартака И Подключение Цветкова Закончилось Назначением 11 метров Геннадий Попович Четко Реализовал 11 метровый Штрафной Удар 1-1 И вот После этого Вы знаете Игра Просто Выровнялась Игра Выровнялась Потому что И Зенит Уже Атаковал И Попович Пробивал Были моменты У Зенита Даже И выйти Вперед Но В конце Концов Видимо Сказалось Мастерство Была Затяжная Атака Московского Спартака Минуты Две Оставалось Минуты Две С половиной До Укончания Встречи На табло Затем Написали Артем Безродный 90-е Минуты Вот В это Добавленное Время Сумели Спартаков Еще раз Смотрим Вот Как эта Атака Развивалась Маркау Хорошие Полезные Действия Форума Спартака Он Долго Удерживает Мяч Не пускает К мячу Защитника И затем Проталкивает Заспел На свободное Место Прострел Вдоль Ворот Мяч Отскакивает И Артем Безродный Первый У этого Мяча И он Делает Счет 2-1 И мне Кажется Что Спартак Очень близ К тому Я думаю Уже Никто Не сомневается Чтоб Стать Чемпионом Страны Это У него 28-я Сыграл У нас 28 игр Набрал 64 очка У Лосковского Локомотива 28 игр 59 Ну вот Матч С Ростовским С Росельмашем Может оказаться Последним Поздравим Спартак Заслуженная Победа Красивая Игра Я думаю Мы все С вами Получили Удовольствие Жаль Что у Зенита Не было Полного Состава Даже Тех Футболистов Которые Были Задействованы В этом Сезоне Они Травмированы Я думаю Игра была Поинтереснее Но вспомним Что в первом Круге Зенит Все таки В Москве Обыграл 2-1 Московский Спартак В Москве И проиграл Дома 1-2 То есть В этом Сезоне Зенит Спартак Ничья По сумме Двух матч Ну и на этом Я Геннадий Орлов Заканчиваю Репортаж Из Санкт-Петербурга Передача была Организована Студия Спортивных Программ Российского Телевидения Ревьсер Комментатор Геннадий Орлов До свидания